Этот автомобиль съехал с дороги в Кювет в Весьегонском районе области. По всей видимости, 21-летний водитель не справился с управлением. Парень доставлен в больницу. Еще один съезд в Кювет в Фировском районе. В поселке Великооктябрьский автомобиль ВАЗ-2112 на скорости опрокинулся. Водитель, 77-го года рождения, по данным ГИБДД, не справился с управлением. Мужчина с места происшествия госпитализирован. В больших перемерках задержали 22-летнего уроженца ближнего зарубежья. В ходе обследования его автомашины оперативники обнаружили и изъяли 100 свертков с веществом, который, как показала экспертиза, является героином. Фигурант планировал распространять его на территории Твери через треники и закладки. Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит провести в колонии 20 лет. Еще один наркоторговец задержан в Твери. У 18-летнего ранее судимого жителя Владимира обнаружено более 40 свертков с производным N-метилофедрона общей массой почти 100 граммов. Крупный размер. Зелье фигурант планировал распространять через закладки. И до задержания успел сделать несколько тайников. Возбуждено уголовное дело. Парень заключен под стражу. Тем временем завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин 31 и 32 лет. Один заказчик, другой исполнитель. Один из них в момент бесконтактного получения свертка с наркотиком был задержан оперативниками наркоконтроля. Общий вес наркотика превысил 40 граммов. С целью быстрого заработка фигуранты использовали сеть, интернет и популярные мессенджеры. Фигурантам предъявлено обвинение. Наказание предполагает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступающее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране. В следственном управлении существуют различные каналы связи. Можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.